Вы мне в прогнозе сказали следующее. Одного прагматизма Ювентуса мало, и Реал их разорвет. В общем, все так и получилось. Ну, конечно. Скажите, на чем вы основывались в своих рассуждениях, и в чем именно Реал был сильнее? Ну, во-первых, Реал был сильнее в индивидуальном плане, как игроки. Если взять по линиям, ну ты посмотри, это человеку, который даже абсолютно не знаком с правилами, и футбольными, он же видит, что мастерство, в общем-то, Реала на две главы выше. При всем уважении к Ювентусу. Ты же футбол понимаешь. Вот смотри, ведь много того, что произошло на футбольном поле, решил-то как раз не Роналдо, хотя забил два мяча и им подобные, а решили люди абсолютно... Ну, представляешь, что вчера делал на поле Марцелло? Да. О чем мы говорим? Вот именно вот индивидуальное мастерство, на что всегда я уповаю, что если есть люди, которые в индивидуальном плане могут чудеса вот такие творить, в каждом отдельном игровом моменте, то это есть футбол, это есть мастерство, это есть класс, это есть все. Вот как бы говорить своим партнерам, ребята, делайте как я, сумеете лучше меня, да ради бога. Поэтому в плане мастерства Реал, конечно, их разорвал. Здесь даже нет вопросов. Первый минут 15, когда началась игра, было преимущество Ювентуса. Но это было преимущество хаотичное. И оно было не связано с тем, что они все сильнее. Они дали понять, что мы будем упираться, мы просто так не сдадимся. Но надолго ли их хватит? Вот в чем вопрос. Все-таки в конце концов выигрывает та команда, которая в индивидуальном плане, если взять по позициям, сильнее каждого игрока Ювентуса. И все, на этом все кончилось. Ребята, мечты развеялись как пыль. И они сами это понимали. По лицам игроков Ювентуса я понял, что они поняли, особенно когда забили им третий мяч, что с Рианом играть бесполезно в данный момент. Вот мое мнение. Что скажете про забитые мячи? Это эталон высшего мастерства? Во-первых, Реал в мячи забивал с хорошей комбинацией. Не было такого случайного эпизода. Я имею в виду Реал, который забил мяч, как его фамилия? Манжукич? Манжукич. Ты знаешь, это уникальный мяч был забит. Просто уникальный. Конечно, грубейшая ошибка вратаря, который на три метра вышел из-за линии ворот. Но это его проблема. Но он исполнил мяч, попал. Ну да, ему там миллион на раз. Не он быиска этого не сделает. Но, увы, так случилось. Конечно, сумасшедший мяч забил. Здесь даже говорить нечего. А во всем остальном можно говорить только о забитых мячах Реала, который все четыре мяча завел с отличной комбинацией. Ну, смотри, первый мяч завевал Роналду. Это такая быстрая комбинация. Он не стал мяч перекладывать право-налево, а прям с ближней ноги. Поп туда, вынимай. Это класс. А вот в принципе, Роналду или Месси, кто лучше? Я давно говорил, что мне нравится больше Роналду. Ну, ты понимаешь, у него больше обзор, больше кругозор и движение, больше командной игры. Ну, это мое мнение. С ним можно считаться, можно нет. Ты меня какой раз уже об этом спрашиваешь, я всегда отвечаю. В данный момент Роналду это эталон вообще наступательного футбола. Человек, который, откровенно говоря, не опускается ниже определенной планки. Это во многом говорит. А Месси при всех делах с командой, со своей, терпел сокрушительные поражения. Он взять даже, когда они проиграли серию с Ювинтусом, в общем-то, ни разу не поразили ворота в двух играх. Еще 3-0 проиграли. Поэтому здесь складывается, когда берешься на алтарь. Кто же сильнее? Месси и Лесов. Ты хоть забери один, или стою подачу, чтобы забили в таких. Это лишь фига. Это венец всего футбольного года. Поэтому я считаю, что Роналду, конечно, выше. Как Роналду себе проебет на Кубке Конфедерации? Будет ли он играть столь же ярко, или турнир для него этот будет не самым важным? С пониманием, что дело. Здесь дураку же ясно. Реал Мадрид команда, которая обустроена. Реал Мадрид – это не сборная Португалии. Португалия и Роналду. Я их не вижу. Ты подскажешь. Команда такого чуть-чуть выше среднего. И все. В общем, команда Португалии ни на что не претендует. И зависит от одного человека, в какой он будет форме. Про Роналду. Но это сборная. Там его перехватывают прилично. Там отрезают его от общего плана игры. И Роналду, вот мы же видим, он абсолютно в сборной не смотрится. Так оно и есть. Что там говорить-то? Надо говорить то, что мы видим. А Барселона, здесь партнеры, движения наигранные, связки хорошие и так далее. Здесь все идет в унисон по пользу общему делу. Понимаешь? Поэтому, если брать, например, сборную Португалии и Реал Мадрид, конечно, здесь без всякого сомнения, Реал сильнее. Реал сильнее. Поэтому очень тяжело Роналду. Между прочим, то же самое относится к Месси. Потому что Месси то же самое в Аргентине. За сборную играет на этом таком же уровне, как Роналду. Вроде пытаются что-то сделать, но остальные не могут подхватить его порыв, потому что не хватает такого мастерства. Вот и все. Здесь ничего хитрого нет. Это футбол. Можно выделяться в клубе, а в сборной, имея партнеров намного ниже классом, ничего ты не сделаешь. Вот и все. Вот Реал второй раз подряд выиграл Лигу Чемпионов. Ну и даже, можно сказать, три раза за четыре года. Можно ли назвать данный Реал в таком составе лучшей командой в истории? Не нужно, не можно, а надо. А надо. Потому что обычно спортивные журналисты, люди, которые разбираются в футболе, говорят обычно так, посмотри на табло, что команда выиграла, что они представляли, какие турниры в этом компоненте. Нету равных. Поэтому о чем говорить? Ты же сам за меня уже все сказал. За четыре года выиграть все, что можно. А выиграть можно только одно Лигу Чемпионов, и можно остальное все проиграть. Но они же к тому же подбирают и внутренние чемпионаты, и так далее, и так далее. Конечно, Реал выше. Ну, было одно время, сверкало Барселона. Ну, лет пять-шесть назад, примерно так. Когда эти ребята были намного моложе, и так далее, и так далее, они там 60 творили, и они выигрывали. И не было у меня никаких сомнений, что они в данный момент выше Реала. Сейчас, конечно, Реал – итален мирового футбола. А есть ли у Реала в этом составе какие-нибудь слабые места? А слабые места есть у любой команды. Только надо их использовать. Вот как раз к разговору. А есть ли игроки, которые могут, например, такой кипиш устроить в чужой штрафной у противника? Я считаю, вот Ювентус, команда финалистка, я таких не нашел. Потерялся вчера Ювентус, абсолютно ему не везет. Абсолютно. Гремели, шумели, ой, парень там это. А что парень? Ни разу не ударил поворотом. Да не создал ни одного группа момента. Вот тебе и уровень мирового футбола. Мы же смотрим, и в то же время рядом, который человек разорвал один фактически, это Роналдо. Класс, никуда не деться. Понимаешь, знаешь, как говорят, мастерство и класс не пропьешь. Так и здесь. Поэтому я еще раз повторяю, что все на высшем уровне зависит от исполнителей. В данный момент Реал, конечно, вне конкуренции. И еще один вопрос уже по сборной России. Вот из состава сборной был вчера отзаявлен Артем Джубак. Вот он не сыграл ни одного матча за сборной России при Черчесове. Ну, как вы думаете, вот здесь все-таки это в течение каких-то обстоятельств? Травма или тут что-то другое? Здесь в чем месте? Я же, Елена, мы с тобой насчет Джуба много раз говорили. Он мне неприятен. Я не говорю как человеческие качества. Это его личное дело. Он мне неприятен по игре как игрок. Это мое. Знаешь, а это всегда наказывается не только внешними факторами. Это наказывается и самим футболом. Футбол такие вещи не прощает. Поэтому вот эти все разговорчики, тренеришки, и я ушел из «Спартака» что-то выиграть, где-то чего-то. Это повяло к тому, что человек много болтал, мало делал. Понимаешь, вместе со своими партнерами, партнеры ты знаешь какие, в том числе и Кокорин, который вообще в сборную не попал. Все видно со стороны. Видно, как человек работает на тренировке, как он выполняет те ленивы, задания тренера и так далее. Чучесов все видно. Он же дурак Чучесов. Он что, сам себе враг? Конечно, нет. Поэтому, да, можно себе любую травму такую сказать. Я не могу бегать, палец мешает или там еще чего. Это его проблема. Это его проблема. Поэтому распущенность, расхлябанность приводит к таким последствиям. Может быть, жалко, что вот такая фигура, вроде и так далее. Мне абсолютно не жалко. Футбол такая штука, что должен играть сильнейший. Это мое мнение. И я настаиваю на том, что есть некоторые игроки, которые должны играть в сборной. А почему он их не взял? Ну, пускай еще раз подумают Чучесов. Каким вы увидите нападение сборной России? Кто там должен играть? Ну, понятно, Смолов, а кто еще? Ну, надо выстроить, какой системы будет он играть. То ли он будет играть в два нападающих, то ли будет играть в одного. Если играть в одного, сборная, честно говоря, вообще ничего не выкроет. Надеемся на то, что Смолов будет каждый раз сбывать. Там совсем другие сборные и другой подход по мастерству. Все зависит от тактики, какую будет принять Чучесов. Я думаю, что самая лучшая тактика в атакующем плане, это мое мнение, 4-3-3. А ведь третьего нападающего, кого он выставит, там, крайнего, это примерно по той системе, по которой в последнее время играл Спартак. Чтобы немножко оттянуть промеса, дать ему роль свободного художника, это все выиграло в футболе. Потому что впереди остался Завуиш, а Промас отходил, начинал атаки из глубины, его поймать было невозможно. Найдутся у нас те игроки, которые будут оттягиваться и помогать в средней линии, и фактически завуевать центром поля. Это загадка. Потому что те игроки, которые присутствуют в сборной, для меня это пока жирный вопрос. На что они способны? Понимаешь, это не переста России, где мы делаем определенные выводы. А если эта команда будет играть с хорошими, серьезными соперниками, сумеем ли мы в индивидуальном плане обыграть их на каждой позиции? Тоже вопрос. Поэтому на это трудно мне ответить. Понимаешь, вокруг кого будет строить команда? Впереди надо строить вокруг Солова. Это ясно. А кто будет партнерами его по линии передней, то ли они будут оттяжку, о чем я сейчас говорил, то ли кто-то один будет выдвигаться вперед при подборах мяча. И так далее, и так далее. Это все талант тренера. Мы посмотрим. Для этого и существуют эти товарищеские игры. Ну что, я посмотрю и определено, на что способна наша сборная, что за состав и так далее, и так далее.